Какие лакуны? Лилия, вот они же сейчас вместе с Дадоном и вместе социалистами изменили эту избирательную систему, в которой перенесли процедуру утверждения или неутверждения, выбрав в суд. Увели ее из ЦИКа и перевели ее в суд. ЦИК все-таки какой-то более широкий представительный орган. А суд это совершенно такая замкнутая, закрытая, темная такая система, которая непонятно что движет и как она работает. ЦИК даже подконтрольный, в нем все равно разные люди от разных политических партий. Они могут выходить, что там говорить. Они не будут молчать как минимум. Вот они изменили эту систему. Какие они там еще лакуны ищут? Они только что это сделали. Они же это не сделали 20 лет назад. Они только что это сделали. Зачем предлагается такая схема, на мой взгляд? Втянуть непримиримую внесистемную оппозицию в процесс диалога. Мазать оппозицию диалогом с властью. Пачкать ее. Пачкать ее. Конечно, никаких принципиальных и прорывных решений в итоге не будет. Но сам факт нахождения за одним столом уже будет дискредитировать в огромной степени оппозицию. В огромной степени. Я тебе скажу другое. Что и оппозиция эта, наверное, в какой-то степени сама должна нести часть ответственности за то, к чему мы пришли сегодня. Я тебе расскажу. Давай сначала вывод, а потом аргументация. А потом вернемся к тому, кто же это есть наша несистемная так называемая оппозиция. Потому что это тоже интересно. Обязательно поговорим. Смотри, не может демократия, она либо есть, либо ее нет. Законность, она либо есть, либо ее нет. Она не может применяться избирательно. Она не может персонифицироваться. Я не видел представителей нынешней правой оппозиции на митингах в поддержку закрытого телеканала НИД. Я не видел представителей нашей правой оппозиции на митингах, посвященных запрету коммунистической символики. Беспредельному запрету. Я видел другое. Я видел, как правая оппозиция охотно согласилась с результатами конституционного переворота и приняла участие в выборах президента. Потому что сегодня правая оппозиция пожинает плоды своего вот такого избирательного отношения к демократии и к законности. Мы тогда еще говорили, помнишь, что знаменитая фраза немецкого пастора? Сначала пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Потом пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. Потом пришли за социал-демократами, я молчал, потому что я не социал-демократ. Когда пришли за мной, уже некому было что-то сказать в мою поддержку и защиту. Вот они себя повели ровным счетом точно так же. Сегодня они кричат о диктатуре, сегодня они кричат о правовом беспределе. Это все правда. Конечно, просто мы об этом говорили, начиная с 9-10 года, а в 12-м вынесли приговор о захваченном государстве. Но тогда они были по другую сторону баррикад, потому что, видите ли, что там эти коммуняки. Они же коммуняки, мы же не можем их поддержать. Больше того, многие из них тогда сидели в правительстве, которое мы хотели свергнуть. Все поучаствовали в формировании этого диктаторского режима, который раз за разом выходит за рамки правового поля и нарушает демократические принципы. Я не буду уставать об этом говорить.